Цезаря, я считаю, мудрецом, потому что он узурпировал власть. Помпея, я считаю, мудрецом, потому что он не препятствовал узурпации власти Цезарем. То, что у Помпея было больше легионов, чем у Цезаря. Когда Цезарь пересек Рубикон, можно было... Конечно, да, пришлось бы утопить Рим в крови. Но, я считаю, это того стоило. Необходимо было. Необходимо было утопить Рим в крови. Когда происходит такая хуяда. Да, нужно было Цезаря остановить любой ценой. Убил малодушие и вместе с большей частью Сената уебал вообще из Рима. Они просто погрузились на лодки и уплыли. Они просто отдали Цезарю Рим и всё. Ты просто не читал книгу по истории. Чувак, ты это пишешь в ответ на любой тейк, нахуй. Причём ты пишешь по истории через дефис, нахуй, каждый раз. Помпей всё правильно сделал. У него в Италии было меньше легионов. Нет, неправда. В распоряжении легитимной власти Рима легионов было больше. Даже если не лично у Помпея. Помпей не поверил, что Цезарь такой ебанутый. Да, да, да. Что думаешь о императоре Аврелиане? Аврелиане, кульция непобедимого солнца. Ничего не думаю. Я же могу погуглить. Спрошу пока тебя. Крас умер до или после Рубикона? До. Парфянский поход Краса, в ходе которого его и ёбнули, он был до. Современные греки, это реально те же греки. Никто современный, не реальный тот же, кто был 2500 лет назад. Парфянский поход был до. И да, кстати, неправильно, хуя он ему вообще был нужен. А Крас завидовал успехом того же Цезаря, например, потому что Гальская война была в самом разгаре и до Рима доходила слава Цезаря. Значит, то, как он... Ну, то, как они вырезали безоружных женщин и детей, в принципе, особо не доходило. Доходили слухи о том, что кельты, они как бы 4 метра ростом, и у них глаза красные, короче, и клыки. И там Цезарь один их, короче, рвал на части, голый бегал такой. На деле римляне просто вырезали там деревни целые, там у них, например, была такая практика взять взять Галлов в блокаду вокруг населенного пункта. Ну, то есть там, если какая-то развилка реки, да, и в ней там поселение, значит, либо даже если реки нет, они могли ров вырыть. Как бы рядом с рекой просто нахуй перенаправить эту срань и сделать так, чтобы галы, они просто от голода были бы вынуждены к ним лезть на вот эти римские баррикады, а там просто тупо ставили бы заслонку такую, потому что они умели очень быстро нахуярить стену. То есть, ну, лесные всякие жители, германцы, кельты, они охуевали от этой поебени, как не было моста, а появился мост. Не было забора, появился забор. Мгновенно, нахуй, они думали, это магия. То есть там, короче, ставили стену прямо вокруг и ждали, пока пока галы начнут вот в состоянии блокады от голода просто давать на эти баррикады и они их под этим предлогом хуя причем это никогда даже особо не скрывалось. Это в записках о гальской войне найти можешь от самого Цезаря. Он просто считал, что это нормально. Цезарь тупо вырезал целую цивилизацию, нахуй. Просто, чтобы пограбить по факту. То есть они даже колонизировать никого не стали. Потом тебе будут рассказывать про ой, там романизированные галы. Да, да, романизированные. Да, да. Ну, просто те, которые были ближе, они уже романизировались и их уже хуярить было нельзя. А те, которые жили подальше, их вырезали просто. Вот так они и романизировались. Казалось бы, ты самый богатый чел в мире. Все еще никто не превзошел. Что тебе еще надо? Ну, Крас не знал, что он самый богатый человек в мире. Он знал, наверное, что он самый богатый человек в имя. Но сам понимаешь, что он самый богатый в истории человечества, при этом до сих пор, по пересчёту на современные даже деньги, ну, как бы, загодят и такое, не будешь знать. Но ему нужна была воинская слава, конечно. Известный бой был, когда Цезарь построил стену вокруг города, который осаждал, одновременно осаждал город и депл стены вокруг него. Да, 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 это у них стандартное было. Просто, как правило, любители Цезаря не сообщают, как они хуярили мирное население.